Наше общество развивается очень быстро, особенно в последние 100-150 лет, и научные знания накапливаются тоже очень быстро. И в наше время уже не может родиться человека с потенциалом таким, как, например, Уда Винчи, который знает всё обо всех науках, которые к данному моменту накопили какую-либо информацию. То есть сейчас мы только с помощью искусственного интеллекта можем делать мета-анализы, обрабатывать статьи и так далее. Но каждый конкретный человек, будь он даже очень талантливый, не в состоянии охватить все сферы научного знания. При этом, что приятно, в последние десятилетия и в Россию тоже пришла тенденция, что люди интересуются в качестве хобби, не в качестве основного дела жизни, но они узнают о том, как устроен объективный реальный мир, как он работает. Но это чаще всего делается всё равно с какими-то целями корыстными, чаще всего люди всё равно хотят узнать, как им жить, как им питаться, если они знают, как устроены митохондрии, как вести себя с другими людьми, раз они знают, какие у них есть проблемы с медиаторами головного мозга и так далее. То есть в конечном итоге люди всё равно часто стараются решить какие-то свои проблемы за счёт этого знания, а не просто знать о том, как устроен большой объективный мир. И тем не менее, это очень хорошая и приятная тенденция, которая кажется мне достаточно важной. Потому что люди часто ставят себя в центр происходящего. На самом деле это всего лишь один из нюансов всего происходящего на планете в последние миллиарды лет. Достаточно заметный в последние несколько тысячелетий нюанс, но тем менее это одна деталь всего огромного круговорота событий, которые происходят на нашей планете, которые оказывают на нас влияние, на которые оказываем влияние мы. Для меня работа в музее это как раз одно из средств тем, у кого есть какие-то вопросы, давать какие-то ответы. И в этом смысле с музеем мне очень повезло, потому что у нас огромные коллекции. У Дарвиновского музея полмиллиона экспонатов, и только несколько тысяч из них мы показываем в основной экспозиции, но все остальные показываем на временных выставках в течение года. Эти экспонаты нагружены как культурной ценностью своей истории, так и они позволяют иллюстрировать какие-то закономерности, которые, будучи наглядными, часто становятся более понятными, чем когда их просто читаешь. Так труднее воспринять иногда, чем что-то вечное и материальное. И музей позволяет охватывать целый спектр вопросов. Я по образованию антрополог, но при этом есть какие-то темы биологии, которые тревожат меня, которые кажутся мне очень важными. Например, мне кажется гораздо менее важным происхождение человека с его достаточно простым морфологическими нюансами на фоне происхождения жизни и всей биохимии, которая во многом общая для всех организмов. И приятно, что можно развивать разные темы, которые кажутся тебе важными. Можно бороться с какими-то заблуждениями. Есть вещи, которых никогда не случалось. Например, каждый раз, когда я слышу от посетителей, от работников телевидения, еще от кого-то, что теория Дарвина же уже опровергнута, я испытываю ужасающий фейспалм. Если бы я на самом деле их делал, у меня бы, наверное, все лицо было разбито просто всегда, потому что теория Дарвина, эти люди, они даже не знакомы с этой теорией. Потому что Дарвин сказал, что если наследственность и изменчивость, потомков рождается слишком много, те, кому изменчивость позволяет лучше приспособиться к обстоятельствам, выживают. Всё. Это настолько здравомысленная, в общем, понятная вещь, обывательски понятная, не требующая специальной какой-то подготовки, специального образования, что очень странно слышать, что это могло быть опровергнуто. И ряд вещей, с которыми люди как-то спорят, они часто проистекают от того, что люди с ними даже не знакомы. Слышал звон и не знаешь, где он. И в этом смысле тоже приятно, что у нас больше 600 тысяч посетителей в год, что у нас есть канал, на котором мы выкладываем еще какое-то количество информации, что есть большое количество людей интересующихся, которые хотят знать, что сказал Дарвин, как устроен биологический мир. Ну и хорошо, деталь, как произошла эволюция человека конкретно. Но здесь тоже, когда мы делали канал, особенно ценным оказалось то, что в первых двух тысячах людей пришли необыкновенно увлеченные, интересующиеся люди. То есть те вопросы, которые они задавали, тот подход, который у них был, это такой высокий научный уровень. И сейчас, на самом деле, с этим тоже получается довольно сложно, потому что любитель, который очень увлекается, например, биологией и читает много разных статей, много разных выпусков, может иметь более свежие актуальные знания, чем узкоспециализированные ученые, законсервированные в какой-то узкой теме. И остальную биологию он уже оставил за бортом, на самом деле, он занимается только эволюцией конкретных каспас, всё, больше ничем. Это интересный тоже момент, что, казалось бы, есть какая-то ценность высшего образования, какой-то основной специализации, но на самом деле сейчас есть, я думаю, что их гораздо больше. То есть те, кого я вижу на канале, это, скорее всего, небольшая часть таких очень высоко развитых, высоко мотивированных, высоко интересующихся любителей, которые показывают очень высокий уровень в этом. Это меня наполняет, соответственно, несказанным оптимизмом. Хотя есть некоторый разрыв между тем, что я несколько сотен раз в год отвечаю на вопрос, неужели всё-таки это обезьяны, и между теми 2-3 тысячи людей на канале, которые действительно задают уберактуальные, правильные, точные вопросы, которые находят, куда учёный должен двигаться дальше, который какое-то исследование сделал, о котором я рассказала, и так далее. Есть некоторый разрыв, но есть какая-то внутренняя надежда, что со временем будет сглаживаться, и люди будут всё больше интересоваться миром вокруг себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова